Микс Ньюс Добрый день! Сегодня вторник, день добрых дел на Радио Болтком и в эфире программа «Зелёная лампа» программа о тех, кому именно сейчас нужна наша помощь и для тех, кто хочет и может помочь На этой неделе мы помогаем рижанке Наталье Цветковой собрать деньги на остро жизненно необходимое лекарство от онкологии и наш телефон 9306383 работает всю неделю для Натальи Веду программу я, Ольга Авдевич Звукорежиссёр у нас сегодня Родион Золотарёв и с нами в студии будет нам помогать очень интересная гостья Она специалист в очень-очень разных сферах Она сама звезда и умеет читать по звёздам на небе Да, и наши темы будут сегодня и кино, и театр, и астрология, и народная медицина, и жизненная философия, и психология Итак, у нас в гостях заслуженная артистка Латвийской СССР, актриса театра Дайлас, астролог, сертифицированный астролог и единственная актриса, член Латвийской ассоциации астрологов Номеролог, автор книг о народной медицине Ведущая рубрики «Гороскоп» в местных латвийских журналах Аквилина Ливмана Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что вы нашли время к нам прийти И сразу хотим вас поздравить Потому что буквально на днях были объявлены номинанты на национальную латвийскую кинематографическую награду приз «Большой Кристоп» И вы выдвинуты в номинацию «Лучшая актриса» Расскажите нам, что это за роль и что это за фильм? Это новый фильм режиссера Вариса Брасла Дедушка, который страшнее компьютера В роли бабушки, я и дедушка Мартын Швилсонс Это семейный, очень теплый фильм про мальчика, которого отсылают в деревню к дедушке и бабушке Теплый, сердечный, такой милый фильм И у меня очень хорошая роль Мне роль очень понравилась И эта номинация для меня уже третий раз Два раза я уже получила «Большой Кристоп» И это третий раз как номинация Я просто благодарна судьбе Но Варис Брасла, это не первый ваш фильм, не первая ваша роль в фильме этого режиссера Да, был фильм «Пожелай мне нелетной погоды», но это очень-очень-очень давно И тот фильм был, за которого я первый раз получила «Кристопа» «Большой Кристоп», да Ну, в общем, сейчас нужно закольцевать так уже, чтобы был третий Кристоп Другим тоже надо Да, и очень приятно, что и сам фильм выдвинут как лучший фильм И ваш партнер Мартин Швилсонс Он тоже был гостем нашей программы Он выдвинут, номинирован как лучший актер Ну, вообще, Квелина, вы, можно сказать, достояние республики Такой символ и гордость Латвии Как-то странно звучит, я трудно даже применить к себе, но если вы так говорите Да, вот посмотрите, в принципе, вы снимались в фильмах, которые считаются Время прошло и всё расставило на свои места Классикой латышского кино И в вашей творческой биографии даже есть такая знаковая роль Как фильм «В тени меча» Вы сыграли мать главной героини Майи То есть мать Розы Турайцкой То есть, ну, это просто Можно, да, в энциклопедию этот факт И знаете, я посмотрела Есть такой российский сайт На русском языке Кинотеатр.ру И там биографии и фильмография всех актёров Я посмотрела, что там про вас Там есть такая рубрика, где зрители пишут свои отзывы Знаете, там написано Её Мэриан Хелком из «Женщины в белом» поколение 80-х не забудет никогда А когда у вас был юбилей, там зрители написали Поздравление с юбилеем, дорогая Аквелина Пожелай мне нелётной погоды мой любимый фильм Спасибо А ваш фильм какой самый любимый из всех, которых вам довелось сняться? Жизнь проходит, и это остаётся как прочитанная книга Прошлое я так для себя сказал, что это или увиденные фильмы, или прочитанные Я уже не такая, я уже другая И это просто для меня история Как я говорю, даже мне трудно понять, ну, так применить к себе, что это я Ну, наверное, это я А вот про «Женщины в белом» Это такой фильм, по которому вас помнят и знают Вот аудитория на всей территории бывшего Советского Союза Это огромное количество людей И там вам довелось работать с выдающимися актёрами Вот какой эпизод, может быть, запомнился, чисто человеческий, из общения? Там Александр Абдулов, Владимир Зельдин, Эдуард Марцевич, Владимир Басов То есть это вот действительно классика кино? Ну, всегда вспоминаются разные шутки, которые не связаны с этим актёрами Но мы снимали здесь, в Латвии Конечно, всегда вот, когда идёт дождь, всегда холодно А там брали воду с пруда и на меня лили воду вместе с рыбками Ну, такая шутка Но остальное была такая хорошая работа Я ездила в тогдашний Ленинград Для меня тоже это было много Я видела, там ехали по больших замках, снимались всё же И я помню, что Абдулов говорил «Что вы, прибалтийцы, женщины, такие скрытные, такие, ну, такие, ну, всё к себе держите, не такие открытые» Замкнутые Замкнутые, да Ну, такая я была И, наверное, Грожина, которая играла, Грожина Байкштейте Главную роль, она тоже была такая, чуть гордая такая Прибалтика Но, глядя на вас сейчас, сложно сказать, что вы были замкнутым, сдержанным или скрытным человеком Вы очень открытая Я переросла Жизнь длинная, я уже много прожила И когда я начала заниматься астрологией, это уже, ну, примерно 20 лет назад Я увидела свой гороскоп, я проанализировала Составила вместе со своими жизненными учениями, со своей жизнью, со своим детством И поняла, что это установки, по которым я живу Которые установила для себя в детстве Что я не должна быть такая Люди ждут от меня вот этого, чтобы я говорила, чтобы я была с ними Чтобы я не закрывалась за спинами других людей А выставляла себя в первых рядах Ну, я стараюсь А мы сейчас напомним, что наша программа на этой неделе помогает режанке Наталье Цветковой Расскажу, на что нужны деньги И почему именно сейчас это так срочно и актуально Наталья два года борется с диагнозом онкология И она действительно совершенно героический герой У нее была масса, множество химиотерапий Четыре операции, два облучения И вот, когда ей сделали, делал хирург четвертую операцию Он как-то заподозрил, что не должно быть так много операций и так часто То есть в его опыте и практике это был такой какой-то нетипичный очень случай И он допустил мысль, что, возможно, неправильно назначено лечение И дал ей координаты американской лаборатории, куда можно отправить анализы И там четко выяснят, годится вам назначенная терапия Годится вам это лекарство или нет И тогда, значит, Наташа обратилась в фонд ЗЕДУТ ЛВ Это очень дорогая процедура, порядка четырех тысяч евро Был открыт специальный счет Эти деньги собрали, отправили анализ И ответ ее, конечно, ошарашил Потому что ей сказали, что то лекарство, которым ее лечили, оно ей не подходит То есть, поэтому прогрессировала болезнь И, к сожалению, конечно, если бы два года назад, когда случилась с ней эта беда Была такая возможность в Латвии, все пошло бы по-другому То есть, можно было, как она говорит, можно было бы Не надо было бы так много операций Не надо было бы так много этих мучительных химических процедур И можно было бы сохранить волосы И не покупать парик Потому что у нее до пояса белые волосы длинные Если все будет хорошо, волосы вырастут Ну вот мы надеемся И ей четко показала именно мутация клетки Вот онкомаркеры анализируют Совсем другой препарат нужен Препарат РБТУКС Когда она об этом узнала, она была в больнице По счастью, в этой же палате лежала женщина Которая уже принимала этот препарат И у нее был первый курс, который оплачивает государство Она тут же ей одолжила, та начала его принимать И врачи просто были поражены Потому что сразу же после первого ввода У нее улучшилось самочувствие И онкомаркеры показали очень хорошую динамику Значит, и первый курс оплачивает государство Вот эти деньги, которые выделило государство Заканчиваются в октябре И Наташа просто не знала, как быть дальше Потому что одна упаковочка 225 евро И нужно каждую неделю 4 упаковки То есть это 900 евро в неделю И вот эта пятница, ей нужно уже 900 евро Чтобы купить препарат, эти 4 флакона На следующую неделю И так вот это лечение нужно продлить на несколько месяцев По заключению медицинского консилиума И, конечно, нет другого выхода, как просто обратиться Просто к людям, вот как добрые люди Пожалуйста, помогите Потому что сейчас у нее этот препарат так хорошо ей подошел Что у нее уже онкомаркеры уже даже чуть ниже допустимой нормы То есть нужно продолжить Ни в коем случае нельзя прерывать И Наташа просит помощи Она живет, она, ну, в связи с этим диагнозом Инвалид первой группы живет с сыном У нее сын студент Самое страшное, что может быть для нее Это то, что она оставит сына вот не окрепшим, не вставшим на ноги Одного, без своей поддержки И есть мама Вот, и она намерена выздороветь Лекарства ей подходят Ну, вот, это вопрос денег И мы напоминаем, что телефон 9306383 Это 1 евро 42 цента за звонок И вы знаете, вот, в принципе, вот 600 человек сделают звонок за неделю И это уже обеспечит ей вот эти 4 требуемых флакона Да, это, ну как, просто можно спасти человеку жизнь Если не будет этих средств То есть никаких прогнозов врачи не дают История Наташи опубликована на сайте MixNews.lv в разделе «Зеленая лампа» И на сайте фонда «Заедут.лв» открыт счет для пожертвований И я напоминаю, что сегодня помогает нам помогать И включать нашу «Зеленую лампу» Замечательная актриса и астролог, и автор Книг о здоровом образе жизни и о народной медицине Аквелина Левмана Но все же первая ваша ипостась – это вы актриса Я посмотрела в архиве журнала «Советский экран» Это был журнал, который в советское время выходил баснословным тиражом Был самым популярным, потому что звезды кино были практически небожители И в 1982 году вы украсили обложку этого журнала То есть вы совершенно с таким каким-то действительно западным утонченным шармом Там выглядите, как прибалтийская актриса Спасибо А там в этот же год на обложке были Гундарева Наталья, Белохвостикова Наталья, Попанов, Сергей Бондарчук и Франко Нера Из прибалтов были вы, после вас через два номера Ивр Калненьш и потом еще Лембет Ульфсак То есть вот такое Но знаете, что самое интересное? Что сейчас вы украшаете обложки очень многих журналов здесь в Латвии Причем не обязательно связанных с кино и с театром Это женские журналы Это журналы о здоровье О психологии Журналы по астрологии Буквально вот на этой неделе вышло ваше прекрасное интервью в журнале Ева Вот расскажите, а как вот произошел такой вот поворот? Почему вдруг вы решили заняться астрологией? Это был переворот в моей личной жизни И я искала ответы, почему все это так, почему это со мной, что я должна делать Потому что я сидела в яме И хотела выбраться Я звонила людям, которым давно не звонила Ждала, что кто-то будет знать выход И оказалось, да, одна женщина меня повела к народному доктору Потом я в газете увидела объявление про астрологию И я себе сказала, что девушки в хороших годах Нет, в годах? Да В лучших годах В расцвете сил В расцвете сил Всему говорят «да» Это новые знания, новые какие-то выходки Или что-то такое хорошее Не бояться и говорить себе «да», я это хочу И это, наверное, открыло путь к всему тому, что произошло со мной потом Потому что в первое время журналисты сделали так Ах, актриса, чем она занимается, что она делает Это как-то странно Астрология, народная медицина, травы, здоровый образ жизни Но это я, в принципе, в первое время делала для себя Потому что я должна была себя сохранить в эмоциях, в духе и физически Чтобы не упасть лицом в грязь А вот что касается народной медицины У вас, может быть, в семье как-то от бабушек передался этот интерес? Да, я родилась в Латгалии И росла в всё же таких негородских обстоятельствах И всегда были травы Такие, я там слышала, что мама с бабушкой говорили Как там лечить что-нибудь Запоминала Но так не очень так точно Но потом я дорабатывала всё это Но я знаю, что это работает Что я должна Человек должен быть ответственный сам к себе И я не должна ходить к врачу и говорить Вот дайте мне, вы не дали Это, конечно, не тот вопрос, о котором мы здесь в большом говорили Онкология Но таких, скажем, там, ну, есть нас, как это Насмарк Насмарк Такое Простуда Простуда, да Я сама что-то не так сделала Ну, там, ноги не тёплые были Что-то такое Я должна быть ответственна к своему телу И тогда как-то стараться быть здоровой Ну, и по отношению к своим мыслям Да, конечно, это одно из самых важных Можно, конечно, начинать с физического Но можно делать это труднее с мышления, да Позитив Люди иногда высмеивают Ну, что такое позитив И такое Это люди, ну, не базируются на реальности Я базируюсь Я знаю, что, возможно, всё Но я верю в то, что Бог дал нам эту божественную Ну, вы будете как Бог в смысле родишена Творчество Творчество Мы сами можем сотворить Да, наша мысль, наша реальность Наша энергия Это уже сила Спасибо за замечательные слова Сейчас мы прервёмся на новости и рекламу Оставайтесь с нами И через несколько минут мы продолжим нашу программу «Зелёная лампа» Добрый день! Мы продолжаем нашу программу «Зелёная лампа» О тех, кому нужна наша помощь И для тех, кто хочет и может сейчас помочь Веду её я, Ольга Авдевич Звукорежиссёр у нас сегодня в эфире Родион Золотарёв И гостья студии Актриса Аквелина Ливмане Актриса и астролог Единственный сертифицированный астролог Среди латвийских актрис Мы помогаем Наталье Цветковой Собрать деньги на оплату жизненно необходимого лекарства Которая уже в эту пятницу ей нужно вносить деньги За порцию препарата Который ей нужно вводить на следующей неделе Поэтому дело срочное И мы просим вашей помощи Хотя бы просто позвонить по нашему телефону 930-6383 Евро-42 за звонок И мы с Аквелиной говорили о театре, о кино Сейчас перешли к звёздам и к астрологии Вы сказали, что у вас в жизни был очень сложный период И потери, и трудные моменты А как сейчас уже с высоты лет и прожитого времени Вот что помогает пережить сложную ситуацию Вот что посоветуете? Как переживать испытания? Мне помогло то, что я искала новые знания Как это делать с разных ракурсов Как я говорю, народная медицина Мышление, астрология, психология Я читала философов Я читала Сенеку Которая такая очень хорошая цитата была Которую я потом долго Даже своим знакомым говорила Цитата примерно такая Я не буду ценить себя Нет, уважать себя Если я не смогу пережить всё то, что мне дано Это всё налог за жизнь И я это принимаю, я плачу этот налог И выхожу из всего этого И это всё помогло то, что я не спряталась в своей коморке Я шла на разные курсы Там суджок Это врачевание по ладоням и по пяткам И рейки Ну разные занятия Чтобы занять себя И понять, как я смогу выбраться И потом, если кому-то надо Я могу что-то сказать Как это делать Аквилина, вот вы верите в судьбу? Я думаю, что судьба есть Иначе не работала бы астрология Если я делаю карту Гороскоп чужого мне человека И главные линии я вижу И сразу могу спросить Человеку, скажем Почему вот вас, скажем Ну там агрессия такая большая Но это не каждый Мне каждый гороскоп читается так легко Как я упоминала Но многим так Можно увидеть Главные проблемы Которые он, если не работает с этим Если не старается Понять Это отражается Во-первых Во что? На физическое тело Это болезни Вы знаете Вот Наталья, которой мы помогаем У меня действительно удивительная Вообще жизненная история Она Вот рассказывала, что Она всю жизнь жила Вот она Работала как заведенная Там пахала как лошадь Она воспитывала Сама сына Она была очень ответственна У нее комплекс отличницы Она Чтобы не дай бог Никого не подвести И тут Когда у нее Возникла просто слабость Она упала в обморок Она пошла к врачу Врачи провели обследование Они ее вызывают И говорят Вы знаете У вас вот рак Четвертой степени Она Сказала, что этого не может быть Это ошибка анализа Чтобы они перепроверили Что Ну вот не может такого быть И вот она остановилась Да И Стала жить Совсем как-то по-другому Более осмысленно Она поехала Первое, что сделала Она поехала в Пюхтицкий монастырь Провела там несколько дней И до сих пор Дружит и переписывается С этими монашками Вот когда мы с ней встретились Я ее увидела Никогда не скажешь Что этот человек С онкологией Что она Проходит такое тяжелое Лечение Потому что У нее глаза сияют Она вся улыбается Она готова куда-то Мчаться и лететь И потом Когда мы говорим-говорим И в конце Она мне рассказывает Историю Что когда она была больна И ей не с кем Было в общем-то Общаться Она сидела В этом Ну как В коконе Вот этих своих проблем Потому что она Старалась беречь И маму И сына Эти тяжелые темы С ними не обсуждать Она случайно В социальных сетях Зацепилась С каким-то человеком Начала просто с ним Общаться Болтать И как-то вот Они друг другу понравились Они продолжили общение Потом она Она рассказала ему О своей болезни Узнав вот об этой беде Он решил Что он должен Ей как-то помочь Он нашел Какого-то целителя Он убедил ее Что он ее туда отведет Они встретились Он отвел ее К этому чудодейственному Значит целителю Они вышли от него Сели в кафе И 8 часов Проболтали Вот И они поняли Что это любовь И вот сейчас Эта женщина У нее Главный был Вот сын Мама Теперь в ее жизни Появился Мужчина Которого абсолютно Не смущает ее диагноз Да И она Говорит Что Мы все время Смеемся А нам Очень хорошо Вместе Мы все время Болтаем У нас есть Что обсуждать Он Даже От сына Иногда Чтобы его Молодого человека Не расстраивать Они скрывают Если вот ей нужно Проходить Очередной курс Они говорят А мы поехали К бабушке В Икшкеле Значит А он с ней рядом И в общем Это какое-то вот Чудо Ну что судьба Это все вместе Это ее сила Внутренняя сила Искать И тогда кажется Что Ну какие-то ангелы Нам помогают Ангелы В виде людей Всегда так говорят Ведь Ну вот это тоже Но это ее Ее внутренняя сила Зацепиться Притянуть к себе И Думать Ну на выздоровление На хорошее Всегда говорят Что если человек болен Он не должен Думать о болезни Он должен Видеть себя Уже здоровым Ну вот Наташа Она вот видит себя Значит так и будет Она видит себя Вот в какой-то любви И я ее спрашиваю Ну а для себя Ну вот все-таки Есть какая-то мечта Она говорит У меня мечта Только Подольше Побыть рядом С сыном Она говорит Я очень хочу Чтобы вот Побывать на его выпускном Потом я хочу увидеть Как он встретит Хорошую девушку Потом уже Маленьких детей Да А потом она уже говорит Вперед Ой я так хочу Дождаться внуков И я думаю Что Ну что-то должно Произойти Какие-то там силы Должны где-то сложиться Ну должны Найтись деньги На оплату Этого лекарства Потому что это В общем-то человек Сейчас в таком Ну как вот В такой точке Своей жизни Что она Очень настроена Ну значит Мы все ангелы Которые позвонят Все мы ангелы И быть ангелом Если я могу Рассказать Маленькую историю Это очень хорошо Ну Простите мне Бог Что я так говорю Однажды я ехала С Встречи со зрителями В поезде И был Под Новым годом Я слышу За мной сидят Женщины И говорят У нас не хватает Это было лет 15 назад Не хватает Там 50 лат Чтобы Каждой Из 10 Женщин Которые там Работают Сделать по 5 лат Подарок Ну в конверте Я думаю Я получила Эти деньги Я порылась В сумочке Нашла такую Маленькую книжку Положила 50 лат Это были большие деньги Это ваш гонорар Да То есть вы ехали С этим гонораром Да Я положила в книжку Она где-то под рыгой Я не помню Может быть Засула Выходила Я себе сказала Аквелина Бежи Не думай Ну очень часто Надо не думать Бежи И дай ей Эту книжку С этими деньгами Я в тамбур Я ей в руках Эти деньги Она вышла Она не поняла Что это такое То есть она просто Книгу Маленькую Ну такая Записную Нет там стихи Ну такие новогодние Стишки маленькие И я села на место Она значит Вышла на перрон Открыла эту книжку Уверила деньги Которые ей так Нужны были И она Запрыгала За окном Вот так А А А Я была Так счастлива Я поняла Как счастлив Ангел Ну Простите мне Бог Когда ему говорят Спасибо 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 Все Вся история Вот что Больше Удовольствия Доставляет Получить Подарок Или Подарить Для вас Если очень Очень надо Конечно Это хорошо Получать Я много Получала Если так Читать По жизни То я Много Подарков Получила Но я Вот с этим Еще одно Такое Приключение Было Когда Вот это Спасибо Спасибо Я поняла Что я должна Тоже говорить Этим людям Не просто Спасибо Что вы мне это дали Но от сердца Сказать Это так Хорошо Что вы это сделали Вот мы От сердца С Аквелиной Говорим Спасибо Всем Кто Откликается Кто Реагирует И кто Звонит И сейчас Я Расскажу Об итогах Прошлой недели На прошлой неделе Мы помогали Мальчику Из поселка Нитауры Матису Лиманису Ему Срочно Нужно было Заказать Опору Поддерживающую Опору Для позвоночника Потому что Он в инвалидном кресле Не мог Сидеть И то Что ему Изготовили в Латвии Оказалось Что ему Совершенно Не подходит А в Эстонии Есть прекрасная Клиника Которая Для всех наших Деток С проблемами Опорно-двигательной Системы Готовят И ортезы И разные Такие Поддерживающие Устройства И Деньги собрали Деньги собрали Уже в понедельник Уже вот в понедельник Мы Объявили Что На счет Матиса Поступило 3014 евро Было сделано 778 звонков Это 969 евро И Всего Мы собрали 3983 евро Это Все Эти деньги Сейчас Перечисляются В эстонскую клинику И уже В скором времени Матис Сможет сидеть И продолжить Учебу Потому что Он прекрасно Учится Он умничка И он В инвалидную Коляску попал Только когда Ему было 12 лет Вот Учится Замечательно И Сейчас вот он Будет Уверенно сидеть И продолжит Учебу И Я думаю Что и поступит Он в институт В общем Замечательный Умничка Спасибо Вам Всем Кто откликнулся Как сказала Всем Ангелам Всем Ангелам В этих Скобках Ангелам Аквилина Скажите А вот Вы В общем-то Публикуетесь И в женских Журналах Вот Если говорить О женской Судьбе Женской психологии Женщина должна быть Сильной Или Женщина должна быть Слабой И сильной И слабой Есть минуты Когда Должна сказать Я не умею Я не знаю Как это сделать Я тоже училась Этому Как это Наша Сегодняшняя Если можно сказать Героиня Героиня Которая Очень много На себе несла И может быть Не дала себе Этого А как будет Так будет Вот теперь Она учится Как будет Так будет И будет хорошо Я тоже училась Чтобы Иногда Быть Безответственной Не все Я должна Сделать Хотя Я могу Может быть И там И лампу Вкрутить И то Но я говорю Ой Я как-то Что-то Мне не получается Вот это Женская Такое Хитрость Кокетство И хитрость Да Это 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 Должно Быть Мужчин Должны Чувствовать Что они Сильнее Что они Могут И это Можем Только мы Вот делая Себя слабыми Иногда А вот А вот А вот Еще С точки Зрения Скажем Вот Вашего Какого-то Опыта Вот Какие-то Трудности Испытания Болезни Вот Когда Вот Человек Живет И вдруг Судьба Его выдергивает Из зоны Комфорта Да И он Вынужден Как-то По другим Правилам Жить Вот Какова цель С точки Зрения Судьбы Вот таких Ситуаций В нашей Жизни Ну Пересмотреть Жизнь Где Где Ошибки Что Слишком Было Но Я всегда Думаю О том Что Не всегда Мы Каждый Человек Индивидуально Ну Если можно Так сказать Виноваты В Библии Говорится Что В четвертом Поколении В седьмом Поколении Может Отражаться Какие-то Грехи Так говорят Потому что Родители Прародители Что-то Неправильно Учат Или Неправильно Поступают Это Переходит К следующим И следующим Это Учит Просто Нас Ответственно Думать О своей Жизни Делать Другим Больше Добра Себе Добра В смысле Чтобы Не всю Тяжесть Жизни Или Не все Деньги Взять Себе И Жить Чуть-чуть Легче И Оставлять Следующим Поколением Просто Ну Лучшую Жизнь Это Это Ответственно Которая Ну Как бы Говорят Перерождается Человек Или Не Перерождается Наверное Душа Переходит Иначе Как объяснить Что одному Идет легко А другому Трудно Кому Трудно Значит Он должен Много Работать Он должен Много Познать А у кого Идет все Легко Он должен Давать Другим Не только То Что он Работал Тратить На себя Должен Что-то Поделиться Ну Такие Какие-то Жизненные Учебы То есть Получается Что Не живем Одним Днем Душа Не живет Одним Одной Жизнью Не все Съедим Не все Накопим Тогда Уже Будет Легче Следующий Вот про Поколение Значит На четыре Поколения На четыре Мы расплачиваемся За грехи Наших предков В четырех Поколениях Назад Но за наши Хорошие дела Бог милует Наших потомков На семь Поколений Вперед То есть Если мы Делаем Какие-то Хорошие вещи То Нашим детям Внукам И правнукам Где-то там Какие-то Плюсики Плюсики Или народу Или я Я думаю Даже люди Думают О Какие-то Большие Дела Надо Делать Нет Я даже Заметила Что это Может быть Такие Мелочи Ну скажем Там Лишний день Лишние Монетки Отдать Кассиру Или поднять Какую-то Бумажку Кажется Что странно Но я В своей жизни Видела Что за То Что я Согнулась Взяла Какую-то Бумажку И уложила Куда Надо Как-то Что-то Случается Хорошее Потом Не опоздала На автобус Скажем Да Да Вот вы Во всех интервью Подчеркиваете Что жизнь Прекрасна И что вы Верите В чудеса Это вот Ваша жизненная Философия Такая Да Потому что То что мы Говорим Мы уже Говорили То что мы Думаем То что мы Говорим Отражается В нас В наших Ну во всем В нашем теле Там В ДНС Во всем Это Ну как Принят Идет Такой И тогда Я хочу Чтобы со мной Случилось Самое хорошее И почему мне Не говорить Каждое утро Я прекрасна Я живу Защищенная Это мне тоже Научились Я у нас Говорят Молодая Счастливая Богатая Защищенная Ну-ка давайте Повторим еще раз Я молодая Счастливая Богатая Защищенная Я не знаю Если Человек хочет Он может Добавлять Что-то еще И это как бы Разговор С подсознанием Что подсознание Знало Что все Хорошо Иначе Как в анекдоте Вы знаете Анекдот такой Могу я рассказать Конечно Идет человек По улице И говорит Жена Плохая Дети Такие Непослушные И начальник Идиот С ним Летит ангел И записывает Жену плохую Детей Хулиганов А начальника Идиота И говорит Будет тебе Все это А я это Не хочу А Хмелина Не хочет Она хочет Чтобы все Было Хорошо И всех Тогда надо Хвалить В принципе Да И мы В каждом Человеке Можем Увидеть Что-то Хорошее Хотя бы Там Хорошие глаза Хорошие волосы Хорошие Хорошие Улыбки А вот У нас уже Потихонечку Время Подходит К концу Дайте нам Какой-то Совет Из вашего Личного Опыта Вот сейчас Наступает Осень Из народной Медицины Что-нибудь Очень простое Такое И хорошее Чем сейчас Можно себя Чуть-чуть Так вот Поддержать Чтобы не Простудиться И не поймать Каких-нибудь Микробов Конечно Это Будет Лук Может быть Теплок Чеснок Чеснок И очень простое Такое Которое Считается Природным Антибиотиком Это куркума Покупаем Порошок куркумы Желтенький И утром В стаканчик Чуть-чуть Там пол-ложечки Или меньше Даже Заливаем теплой водой И выпиваем Кипятком? Нет Я заливаю Просто теплой водой Просто теплой водой Если не нравится вкус Добавляем Чуть-чуть Мед Мед Да Это будет Такое Простое И хорошее И наша программа Подходит к концу Мы напоминаем Что мы очень просим Вашей помощи Для Натальи Цветковой Режанки Телефон 9306383 Работает для нее Всю неделю Потому что В пятницу Ей нужно покупать Очередную дозу Против онкологии Лекарства Которые ей Очень помогают Которые ей подходят У нее очень хорошая Динамика Лекарства 900 евро В неделю Должно Обойтись У нее Конечно же Таких денег нет Поэтому мы Просим Вашей помощи И Аквелина Вот буквально У нас осталось Пару минуток Скажите Нашим Слушателям Что-то такое Важное И полезное Из вашего Какого-то Опыта Будем Ангелами Это так Хорошо Как я уже Говорила Это так Мало Сколько Вы сказали Эйро 42 Да Эйро 42 Мы не Купим себе Какую-то Там Лишнюю Я не знаю Ну какое Что-то лишнее Мы Обойдемся Без чего-то Такого Без чего Можем обойтись Ну чашка кофе Как мы всегда Говорим Супоставимо Сделаем Какой-нибудь Стравяной чай Или попьем Просто теплую воду Очень теплая вода То же самое Что и кофе Иногда И поможем Людям Которым Это нужно Которые Держатся Жизнь Которые Верят В свое будущее В свои дети И Еще Дети Детей Которые будут Чтобы они Дождались И жизнь Была бы прекрасна А мы Мы желаем Вам Получить Большого Кристопа Как лучшей Актрисе За лучшую Женскую роль Спасибо вам Огромное Что вы были С нами До свидания И до Следующего Вторника До свидания Субтитры Субтитры Субтитры